Добрый вечер! В эфире выпуск новостей информационного агентства Курган.ру и я его ведущая Наталья Ичменева. Подробности смертельного ДТП. В апреле этого года сообщение о погибшем мальчике на проспекте машиностроителей всколыхнуло общественность Зауралья. Сейчас водителю ПАЗа предъявлено обвинение. Подробности в сюжете. В распоряжении редакции Курган.ру появилось видео с регистратора апрельской трагедии, на основании которого было предъявлено обвинение в совершении преступления. На кадрах очевидца видно, как маршрутный автобус ПАЗ номер 32 поворачивал с улицы Дзержинского на проспект машиностроителей направо на разрешающий сигнал светофора. В результате допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте. Напомним, на проспекте улицы Дзержинского и проспекта машиностроителей в городе Кургане смертельная авария произошла около 8 вечера 19 апреля. Следователи уверены, что вина водителя автобуса, нарушившего ПДД. По факту ДТП, имевшего место у нас 19 апреля 2017 года на перекрестке улицы Дзержинского с проспектом машиностроителей с участием автобуса ПАЗ и 7-летнего мальчика-пешехода, было возбуждено уголовное дело. 16 июня водителю автобуса ПАЗ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил дорожного движения водителем, управляющим автобусом, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека. 19 июня уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру города Кургана для утверждения обвинительного заключения. Продолжение дорожной темы. Неработающие светофоры – причина аварии, угроза жизни пешеходов. В городе Кургане эта проблема в летний период как никогда актуальна. С проблемой потухших светофоров столкнулись пешеходы и водители, пользующиеся перекрестками улиц Коли Миготина-Ленина и Дзержинского-Истержемского. Машины с трудом разъезжаются, взрослые дети вынуждены в спешке и панике перебегать через проезжую часть. Читатели сайта Курган.ру обратились в редакцию и рассказали, что 20 июня утром наряд ГИБДД вместо того, чтобы регулировать движение вручную, стоял в тени деревьев у девятой школы и ждал нарушителей. Неудобно, с детьми вовсе неудобно. Скорее всего, починить светофор. Очень неудобно и опасно. Пока светофор, мне кажется, чинят, нужно регулировщика поставить. В городском отделении пропаганды ГИБДД информационному агентству Курган.ру пояснили, что данные светофоры неисправны и требуют ремонта. Средства на это должна выделять администрация областного центра. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют наиболее опасные перекрестки. В случае с перекрестком Дзержинского и Истрыжемского водителям и пешеходам необходимо руководствоваться ПДД. А наряд действительно находился в этот день в районе девятой школы. Вел надзор и помогал участникам дорожного движения. Информационное агентство Курган.ру направило официальный запрос в администрацию города с просьбой ответить на вопрос, когда будут восстановлены светофоры. Михаил Котельников, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру. Подкатные тележки и производство полиэтиленовых труб. Многород Далматова представил свои инвестиционные преимущества на конкурсе презентации в Шадринске. Подробности в сюжете. За Уралия территория для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса. Под таким названием прошел конкурс видеопрезентации в Шадринске. На нем все 24 района области рассказывали о своих инвестиционных возможностях. Наиболее подготовленными к нему были представители моногородов. В последнее время им уделяется повышенное внимание со стороны правительства области. Всего таких моногородов за Урале 4. В частности, на конкурсе свою презентацию показал Далматова. В районе реализуются меры по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Бизнес-проект по разведению крупнорогатого скота реализовал Коптелов Иван. В 2015 году я получил грант 250 тысяч. Потратив их на приобретение молодняка и кормовой базы. Сейчас на территории этого муниципального образования планируется создание индустриального парка с якорным резидентом «Атомредмедзолота», в холдинг которого входит «Далур». Предварительные переговоры проведены еще с двумя возможными инвесторами – Курганским заводом полиэтиленовых труб и топливно-энергетической компанией «Энерготорфресурс». Кроме того, Далматова представил проект производства подкатных тележек для авто. С их помощью можно без проблем присоединять любые полуприцепы к любым грузовым транспортным средствам. Отметим, всего в России 319 моногородов. И только 100 из них получат статус, который даст налоговые льготы для инвесторов. Василий Сысуев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Катаклизмы природы в Заурале – главная проблема выходных. Жители УТК чудом не убило тополем. Подробности узнаем в сюжете Екатерины Юшиной. Как и в других районах Зауралия, на УТК есть пострадавшие после стихии, которая бушевала выходные. В информационное агентство «Курган.ру» обратился один из жителей микрорайона. В воскресенье при сильном порыве ветра сломило пополам тополь, который обещали спилить еще два года назад. В результате падения дерева на провода электропередач второй день жители нескольких домов сидят без света и готовят еду на костре. Приезжаю домой, у меня тополь упал. Он нарушил мои все постройки домашние. И угрожал жизни моей жене и всей моей семье. Я хочу обратиться к всей администрации города «Кургана», чтобы они сказали, что я должен жить как человек. Но я второй день уже живу без света, без всего. Никто за ней приезжает, никто не помогает, мне вообще ничего не делают. Я живу колошенник, живу на костре, готовлю кушать. В тот же день приехали электрики и обесточили провода, которые упали на землю вместе с опорой. Тополь стоял около жилого дома по улице Советская 8. И всей семье, которая находилась внутри здания, повезло, что он упал на баню и никто не пострадал. Информационное агентство «Курган.ру» направило официальный запрос в администрацию областного центра с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Екатерина Юшина, Владислав Базылев, Лидия Кайгородсова, информационное агентство «Курган.ру». Ликвидация последствий урагана находится под личным контролем губернатора Курганской области Алексея Кокорина. 20 июня в селе Малое Песьяное Макроусовского района работали специалисты Департамента строительства, госэкспертизы, ЕЖКХ Курганской области, а также регионального управления, реабилитации территорий, защиты населения. Они определяли степень ущерба и помогали пострадавшим от урагана составлять необходимые документы. Из-за урагана, который обрушился в Зауралье в воскресенье, в Макроусовском районе введен режим ЧС. По информации главы района Владимира Кизирова, повреждены 25 домов, 4 дома практически полностью разрушены. Ветер повалил около сотни столбов электропередач, автобусные остановки и сломал деревья. В результате без крова остались 4 семьи. Пострадавшие женщины и 2 ребенка находятся в больнице. На время восстановительных работ населению предложено переехать в соседнее село Большое Песьяное. Однако люди от переезда отказались и остались на месте помогать сотрудникам Главного управления МЧС России по Курганской области разбирать завалы. Сейчас бригады специалистов заканчивают восстановление электроснабжения и водоснабжения. Жителям села привезен хлеб, свечи, вода и защитная строительная пленка. Отметим, накануне днем на место ЧП выезжали заместитель губернатора Курганской области, директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов и директор регионального департамента строительства госэкспертизы ЖКХ Роман Ванюков. Они встретились с пострадавшими жителями. Ликвидация последствий урагана находится под личным контролем губернатора Курганской области Алексея Кокорина и первого заместителя губернатора, руководителя комиссии правительства Курганской области по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виктора Сухнева. Всего от урагана в регионе пострадали 8 районов. Пострадавшим, оказывается, помощь, идут восстановительные работы. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Помешала ли ветреная и дождливая погода детскому отдыху в Заурале? Это проверил заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов в понедельник, 19 июня. Он выехал в загородные лагеря, чтобы посмотреть на условия, созданные для детей, и понять, как функционируют учреждения после урагана, который бушевал в Заурале в минувшее воскресенье. Рабочую поездку вице-губернатор начал со здоровительного комплекса города Кургана, в состав которого входит лагерь имени Островского, Островок, Чайка и Звездный, расположенные в Китовском районе. Заместитель директора комплекса Светлана Якимова проинформировала Александра Карпова о том, что все учреждения работают в штатном режиме. Сейчас в комплексе в рамках профильной спортивной смены отдыхают 450 ребят, которые занимаются самбо и рукопашным боем. Заместитель губернатора пообщался с детьми, осмотрел столовые, жилые корпуса, душевые, акцентировал внимание на соблюдении гигиенических норм питьевого режима. Во-первых, у нас эко-год, этот год, и у нас смена посвящена экологии. Нам выдали на первом мероприятии общего сбора деревья, и мы сейчас собираем корешки к нему, удобрения. Мы типа дерево свое хотим вырасти. Я уверена, что к концу смены у всех будут большие очень деревья. Также Александр Карпов в ходе рабочей поездки посетил санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Зеркальный». Главный акцент он сделал на оздоровительном эффекте, который должны получить юные зауральцы по итогам смены. Руководство лагеря отметило, что учреждение оснащено необходимым медицинским оборудованием. В качестве профилактики болезней органов дыхания эффективно применяется спелеотерапия. Следующим направлением важным в работе лагеря – это занятия детей, досуговый отдых, организация досугового отдыха. Для этого работает 32 педагога. Они делятся на вожатых, на помощников вожатых, на воспитателей. Я сейчас не буду точно перечислять это количество. Но ежедневно проводится программа с детьми, ежедневно проводятся мероприятия, дискотеки, какие-то мастер-классы, конкурсы и так далее. Александр Карпов подчеркнул, что в ближайшие дни будут подведены итоги первой смены. Я сейчас реально посмотрел эти три лагеря, как здесь заканчивается воду, с каким выздоровительным эффектом ребята приедут домой. Первая смена очень трудно давалась. Вы знаете, что, к сожалению, в ходе открытия были выявлены кое-какие нарушения, и нам в правильном порядке пришлось их устранять. Чтобы не допустить действия и эксплуатацию второй смены, мы итоги буквально в конце недели заслушаем, как все проходили. Чтобы нацелить и не допускать ошибок, которые будут, надзорные органы работают очень четко. Сегодня МВД Роспотребнадзор посещал. Это, в принципе, наверное, еженедельно не обходится без каких-то проверок. Вице-губернатор также напомнил, что в регионе проходит акция «Безопасное лето детям». Он подчеркнул, что в рамках акции особое внимание уделяется безопасности детей на воде. Главам городов и районов сельских администраций поставлена задача контролировать места купания, в том числе неорганизованные. К сожалению, в пятницу уже двое ребят утонули в Половинском районе. 8 и 9 лет в разных сетях. Поэтому еще раз нацеливаем глав администрации, чтобы не расслаблялись, прекратили отпуска, выходили и работали с главами. Каждый глава сельского совета знает, места купания ребят, эти котлованы неорганизованные. Мы должны работать на предупреждение, на упреждение. Вот это основная задача. Вторая смена в зауральских лагерях планируется более многочисленной и насыщенной. Наиболее такая интересная смена, на мой взгляд, это, конечно же, наверное, в лагере Лазурный, военно-патриотический лагерь. Име четыре героя Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, который проводим совместно с Российским военно-историческим обществом. А вот туда у нас заедут дети, туда заедут в основном учащиеся кадетские классы. Также у нас проводится смена на базе лагеря «Зауральские таланты» для одаренных детей в области различных предметов, основного физико-математических, гуманитарных. Она будет проходить в Курганском областном лице и интернате. Воскресный ураган детские оздоровительные учреждения в основном прошли без повреждений. По информации Департамента образования и науки, дети не пострадали. В лагере имени Тарасова в Макроусовском районе, где из-за сильных порывов ветра была повреждена линия электропередач, крыша корпуса повалила деревья. Последствия урагана устранены. Во вторник, 20 июня, Александр Карпов планирует проверить работу загородных оздоровительных учреждений в Шадринском районе. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Конкурс вожатых и фестиваль спорта. 27 июня Россия традиционно отмечает День молодежи. Что подготовили организаторы мероприятия в этом году, узнаем в следующем сюжете. Все действия Дня молодежи развернутся в Центральном парке культуры и отдыха 24 июня. Торжественная церемония открытия назначена на 11 утра. В этом году программа праздника посвящена школьной тематике. За нашу молодежь на всех мероприятиях молодежи никогда не стыдно. Вот это я вам точно могу сказать. У нас в Курганской области День молодежи проходит во всех муниципальных образованиях. И в городе Кургане, и в городе Шадринске, и в районных центрах состоятся свои праздничные мероприятия. У каждого, везде будет своя программа. А ключевое молодежное событие в эти дни будет происходить на форуме «Утро» в Челябинской области. Участников ждет конкурс вожатых, фестиваль спорта, игровая программа. Всю курганскую молодежь поздравляет директор Департамента образования и науки Курганской области. Я поздравляю всю молодежь Курганской области с праздником. Хочу, чтобы состояние души и молодости оставалось всегда с вами на долгие-долгие годы. И желаю успехов в реализации себя не только в личном или в профессиональном плане, а вообще по жизни. Что бы вы ни делали, пусть у вас будет все хорошо и отлично. Завершится День молодежи четвертым международным фестивалем уличного кино, который во второй раз проходит в Кургане. Екатерина Юшина, Владислав Базылев, Александр Карбов и информационное агентство Курган.ру. Достаточно высокий уровень смертности. Информационное агентство Курган.ру представляет продолжение эксклюзивного интервью с главой здравоохранения региона. Речь пойдет об онкозаболеваемости. Лариса Ивановна, насколько для нас актуальна проблема онкологии и целевые показатели, поставленные федеральным правительством, также касаются и ее. Есть ли какие-то приоритетные задачи, направления, которые выделяет региональное здравоохранение и, возможно, новые какие-то методики применяются для того, чтобы улучшить ситуацию? Ситуация по смертности от онкологических заболеваний в Курганской области и, в частности, в Уральский федеральный округ одна из, скажем так, неблагоприятных в Российской Федерации. У нас достаточно высокий уровень смертности. В 2016 году это с 265 на 100 тысяч населения. Это достаточно серьезный показатель. И, проанализировав его, мы приняли, несмотря на то, что у нас уже был принят план по снижению смертности, мы в 2016 году решили принять еще ряд дополнительных мер. У нас было поручение губернатора изучить практику соседей. В результате было принято решение о введении в Заурале скрининг исследований. Первое коснулось курильщиков со стажем привычки свыше 30 лет. Возрастная группа была определена от 55 до 65 лет. Отбор проходил по результатам диспансеризации населения, в том числе анкетирование. В итоге в 2017 году была собрана группа в 6 тысяч человек. Все пройдут компьютерное томографическое исследование. Ведь нужно сказать, что уже есть свои результаты. Вот за два месяца было осмотрено 237 человек и выявлено 9 случаев онкологических заболеваний. И 90 случаев фоновых заболеваний у этих пациентов. Соответственно, мы своевременно можем начать лечение, либо заняться профилактикой развития онкологических заболеваний. До конца года должны будут обследовать всех попавших под скрининг. В региональном здравоохранении сконцентрированы все усилия. Определена маршрутизация пациентов в медучреждения, в которых имеются томографы. И вот буквально вчера у нас было промежуточное рабочее совещание для оценки, как у нас работает этот проект. И приняли решение, чтобы кабинеты работали по субботам. Для того, чтобы пациенты могли во вне рабочее время вот из этой группы посетить томографические кабинеты. Значит, второе, что мы для себя определили, нас беспокоит все-таки, и это достаточно на высоком уровне, смертность от заболеваемости раком толстого кишечника. Диагностика данного вида рака проводится при результатах химико-таксиологического исследования КАЛа на скрытую кровь. Кстати, в аптечной розничной сети доступны тест-приборы, которые позволяют каждому желающему провести анализ дома. Что касается второй группы, она также будет отобрана по результатам диспансеризации. По результатам его пациенты будут направляться к гастроэнтерологу и к проктологу, и им будет проводиться колоноскопия абсолютно бесплатно. Для этой цели мы определили базы. Это у нас областная клиническая больница, онкологический диспансер, вторая городская больница, которые оснащены сегодня оснащением. Цель – увеличение выявляемости заболеваний толстого кишечника, в том числе на ранних стадиях. Пилотные проекты уже запущены в городах Курган и Шадринск. Скрининг исследования будет проводиться до конца года. В зависимости от результата, в 2018 году данная практика будет транслироваться уже на всю область. Первые результаты уже есть, и по мнению Ларисы Ивановны, это должно смотивировать население заняться самоконтролем. И третье, что мы для себя дополнительно определили, это скрининг рака шейки матки, современные методики. Мы их также запустим в определенных возрастных группах при проведении диспансеризации, возьмем женскую консультацию города Кургана и посмотрим, какова будет эффективность применения обычных методик и применения современных методик новых, которые нам предлагают. Выбор скрининга спровоцирован наличием в Курганской области рака шейки матки, в том числе уже в запущенном состоянии. Врачи негодуют, ведь заболевание наружная и локализация, а значит это вопрос женской организации. Посещение смотрового кабинета раз в полгода или раз в год должно быть за правило. Мы сегодня изменили работу смотровых кабинетов. У нас в двух больницах мы отработали пилотные проекты по обследованию в смотровом кабинете. Если раньше это подразумевалось узко, смотр женщин, то сейчас это анкетирование, это по определенной маршрутизации обследование пациента, в том числе и обследование лимфоузлов, и обязательно обследование прямой кишки. Работа смотровых кабинетов скорректирована и для осмотров мужчин. Часто встречается рак предстательной железы и прямой кишки. В связи с этическими вопросами сильному полу предоставляется анкетирование. При выявлении жалоб направляются в кабинеты хирургов и урологов. Кроме того, мы оснастили все больницы на сегодняшний день, вернее они оснащены ректоскопами. Абсолютно простая процедура проведения ректоскопического исследования на раннюю диагностику рака толстого кишечника. Нужно сказать, что в Европе эта процедура обязательная для получения страховки, потому что эти заболевания проще лечить на ранней стадии. В следующих выпусках речь пойдет о материнской и младенческой смертности, а также доступности для зауральских семей процедуры ЭКО. Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Для детей, которые не выезжают в загородные лагеря и санатории, организуется множество опорных площадок во всех муниципальных образованиях Зауралия. На одной из них на базе детского творчества «Синяя птица» в микрорайоне Заозерный устроили праздник в Арсика и Мурке. Есть красноухая черепаша и кошка Марго. Ой, здорово! Она прогазная вчера, а на мои дети купались и почему-то не забрала. Дети играли в игры, водили хороводы, рассказывали о своих домашних питомцах, занимались бисероплетением и оригами. А некоторые брали уроки игры на фортепиано. Так интересно, используя и проводят летние дни подопечные центра. Они посещают кружки, секции, участвуют в конкурсах. Это опорная площадка, учреждение муниципального дополнительного образования, в котором занимаются более 2000 детей, жители города Курганы. Как мы сегодня видели на празднике, даже ребята из поселков приезжают сюда и проводят здесь интересное время. Вообще занятость детей – это очень важный вопрос. И родители, конечно, могут организовать свои детей, но в той мере, в которой там могут сделать специальные учреждения, подведомственные, вот на первой системе образования, культуры или физкультуры, безусловно, такой возможности нет. Важный вопрос – безопасность детей и правила поведения в кризисных ситуациях. Очень важный вопрос – занятость детей. И вот в прошлом году опыт работы Курганской области показал, что чем больше детей занято, тем меньше негативных явлений в подростковой среде у нас происходят. И показатели прошлого года – 97% – мы надеемся в этом году точно так же достигнуть и как можно больше детей привлечь к занятости. Досуговые площадки находятся в шаговой доступности от места проживания детей. Специалисты стараются сделать все, чтобы формы занятости детей были разнообразными. Наше учреждение имеет свою особенность. Мы расположены в семи разных помещениях, которые находятся в микрорайоне Рябково и в заозерном жилом массиве. У нас 2200 детей, с ними работает 67 педагогов. И если в течение учебного года дети занимаются по дополнительно общеразвающим программам, то сейчас, в летнее время, мы акцент делаем на организацию содержательного досуга детей по месту жительства. Я тут уже занималась три года. Два года проходила на бисер и год на мягкую игрушку. Здесь я делаю разные поделки. Мне здесь очень нравится. Здесь я узнаю новые игры. Мы играем. Я здесь шью из бисера плиту. Еще я люблю здесь выжигать. Сейчас я выжигаю картину небольшую. Расскажи о картине, что это будет. Это будет небольшой букетик, стоящий в таком тарелочке. Дети, в принципе, отвлекаются на все виды занятий, потому что в летний период у них основная задача – это хорошо отдохнуть, разнообразно. Они очень любят выезжать на выставки. То есть не каждый родитель в течение года может ребенка вывезти куда-нибудь на экскурсию. У нас же это происходит почти каждый день. То есть они посетили уже музей МВД, аэромузей под открытым небом. Они съездили в музей МЧС, музей музыкальных инструментов. То есть достаточно разнообразная деятельность. Светлана Епифанова, Александр Немков, информационное агентство Курган.ру. В среду, 21 июня, в микрорайоне Восточный отключат холодную воду. Адреса домов и административных зданий, которые останутся без водоснабжения, можете узнать на нашем сайте Курган.ру. Это были все новости на сегодня. До новых встреч в эфире. Бельканто. Коллекция купальников 2017. Пляжный отдых. Отпуск под восхищенными взглядами. Торговый центр Рио. Секция 75. Принимаем железо по 10 рублей 50 копеек за килограмм. Самовывоз 9.50. Медь 280 рублей за килограмм. Бронза 150. Алюминий 70. Нержавейка 55. Телефон 55 90 90. 12 июля. Областная филармония. Супер Хохот Шоу. Звезды телепередачи Кривое зеркало. Смех и отличное настроение гарантируем. Впервые в нашем телемагазине. Подарочный комплект Канапуша. Идеален для молодой семьи. Порадует родителей. Сохранит здоровье малыша. В комплект входят 8 многоразовых подгузников. Две непромокаемые пеленки. Вкладыш из бамбукового полокна. Подгузник трусики для купания. Непромокаемая подарочная сумка. Поздравительная открытка. Звоните и заказывайте прямо сейчас комплект для новорожденных Канапуша за 4950 рублей. Интернет-магазин Е-96. Детские коляски от 2490 рублей. Е-96. Заказывай и забирай. Интернет-магазин Столплит представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Прихожая Саша за 6990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Этим летом захватывающие приключения ждут тебя. Журнал «Телесемь» объявляет семейную интерактивную игру «Сокровища старого парка». Ищи на страницах специальные указания. Играй! 24 июня в 11 часов в Центральном парке культуры и отдыха состоится финал игры с поисками сокровищ. Подробности в журнале «Телесемь». Компания «Боконедвижимость» предлагает новые квартиры в добром доме. Кирпичный дом, индивидуальные планировки, центр города, прекрасные виды на городской пейзаж. Дом введен в эксплуатацию. Пришло время покупать. Позвоните нашим специалистам по телефону 5599-00. Мы поможем вам выбрать квартиру, оформить ипотеку или использовать для покупки материнский капитал или жилищный сертификат. Звоните в 5599-00. Типография «Курьер» представляет. Ваша визитка всего за 1 рубль за штуку. Работа по индивидуальному дизайну. Типография «Курьер». Время горячих цен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С 19 по 26 июня с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского мёда пасеки Кучаевых. При покупке килограмма мёда второй в подарок. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. С 19 по 26 июня в ДК «Железнодорожников» ярмарка мёда пасеки Кучаевых. Акция при покупке одного килограмма мёда второй в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на среду большая часть за Уралия будет находиться под влиянием антициклона, благодаря чему распогодится. А вот днём в регион нагрянет циклонический вихрь, сопровождаемый дождевыми тучами и атлантическим теплом. В Екатеринбурге плюс 19-21, в Челябинске плюс 17-19, в Тюмени плюс 20-22, кратковременный дождь. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. Днём в Кургане облачность с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь. Возможно гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха плюс 19-21. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 700. 644 миллиметра ртутного столба. 21 июня солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова